Московское время 8 часов Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Передаём последнее известие. Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксарской ГЭС. Многотысячный коллектив строителей начал подготовку к перекрытию Волги. Механизаторы укрепляют дно реки в районе плотина будущей станции. Дополнительная техника направлена на участки, где ведутся работы по инженерной защите берегов Чебоксарского водохранилища. Перекрытие Волги состоится в кону 63-й годочины Великого Октября. Крупнейшим сланцодобывающим предприятием в Эстонии стал разрез Сиргала. Добыча топлива здесь за месяц возросла почти на миллион тонн, что равно выработке целой шахты. Теперь горняки будут поставлять электростанциям более 5 миллионов тонн сланца в год. Хабаровской краевой комсомольской организации вручено переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в коммунистическом воспитании молодежи. Ёноши и девушки при Амуре готовят достойную встречу в 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Уже 3 тысячи молодых рабочих, 88 комсомольско-молодежных коллектив труется в счет 11-й пятилетки. При активном участии молодежи возводятся крупнейшие на Дальнем Востоке сельскохозяйственные комплексы, осваиваются новые земли. На втором миллионе гектаров начали сегодня снегозадержания механизаторы Саратовской области. Как показывает практика, этот важный агроприем дает прибавку урожая на 2-3 центра зерна на гектаре. Зимняя влага будет задержана на всех посевах озимых и подготовленной к весне зяби. Книга «Мы славим партию» стала первенцем нового издательства «Онер» — искусство, открытого в Алма-Ате. В ней опубликованы партитуры музыкальных произведений, посвященных Ленину. Сейчас в Казахстане 7 книжных издательств, ежегодно выпускающих более 36 миллионов экземпляров книг на казахском, русском, уйгурском, немецком и корейском языках. В гастрольную поездку по сельским районам Удмуртии отправился национальный ансамбль песни «Ипляски и калмаз». Популярный творческий коллектив откроет программу «Декады искусства», посвященную 60-летию автономной республики. Телеграмма из бургиза. Многотысячный антивоенный митинг американской общественности состоялся в центре Нью-Йорка. Арахеры осудили внешнеполитический курс правительства США, нацеленный на обострение международной напряженности, возвращение к временам Холодной войны, резкую милитаризацию экономики страны. Президент Ирака Саддам Хусейн, выступая в Багдаде на массовом митинге, коснулся отношений с Советским Союзом. Он подчеркнул, что Ирак не намерен их пересматривать, поскольку эти отношения построены на основе, которую уважают и Ирак, и Советский Союз. Северная вьетнамская провинция Лангшон награждена Орденом Независимости Первой Степени. Ей также присвоено посетное звание провинции Герой Народных Вооруженных Сил, которого Лангшон удостоена за успехи в борьбе против китайской агрессии и деле защиты социалистической Родины. В интервью корреспондентам агентства ЮТИ представитель иранских студентов подчеркнул, что Аяталла Хумейни поддерживает их позицию в отношении американских заложников. Американские дипломаты будут освобождены только после того, как незложный шаг будет выдан Ирану, подчеркнул представитель студентов. Английское правительство консерваторов объявило о резком повышении платы за обучение. Так, в сентябре нынешнего года на 24% повышается плата за обучение в вузах Великобритании. Повысится также плата за общежитие, за питание, за пользование лабораториями и так далее. Газета «Таймс» сообщает, что в 1980-1981 учебном году студенты и аспиранты вынуждены будут платить только за учебу от 740 до 6000 пунктов стерлингов. Специальный корреспондент ТАСС передает из Лейк-Плеседа. В субботу в Лейк-Плеседе состоялось открытие 82-й сессии Международного Олимпийского комитета. Участников этого традиционного для Олимпийских игр форума от имени организаторов Зимней Олимпиады приветствовал президент Национального Олимпийского комитета США Кейн. Затем перед собравшимися выступил президент МОК Лорд Килланин. Он говорил о необходимости укрепления единства Олимпийского движения, расширения влияния Олимпийских игр. Глава МОК заявил, что считает недопустимым использование спорта в политических целях. При этом лорд Калл Килланин напомнил, что в 1974 году на сессии МОК в Вене было принято решение предоставить игры 22-й Олимпиады Москве и 13-е зимние игры Лейк-Плеседу. Это решение, отметил президент МОК, было встречено в мире как символ укрепления взаимопонимания. Лорд Килланин подчеркнул, что МОК обязан уважать принятое им решение. «Эти игры – игры МОК, а не игры отдельной страны», – сказал он, обращая внимание на то, что Олимпийские состязания принадлежат всему миру. Твердые позиции президента МОК, отстаивающего единство Олимпийского движения, вызвало одобрение участников сессии. Выступивший затем госсекретарь США Венс, произнес речь, которая, по общему мнению собравшихся, явилась беспрецедентной в истории заседания Международного Олимпийского комитета. Оперируя терминами, заимствованными из арсенала холодной войны, госсекретарь от имени президента США вновь выдвинул провокационные требования переноса или отмены Олимпийских игр в Москве. Речь представителя американской администрации была по существу новым примером грубого политического вмешательства в дела Международного Олимпийского комитета. Сессия МОК начала рассмотрение многочисленных вопросов Олимпийского движения. Она закончит работу накануне открытия зимних игр. Новости спорта. Сегодня на чемпионате страны по хоккею с мячом состоится один из центральных матчей. В Москве встречаются столичные динамовцы и чемпион страны Красногорский Зоркий. Репортаж по радиопрограмме «Маяк» об этой встрече начнется в 14 часов 35 минут. Продолжается игра переноса Советского Союза по водному полу. Сегодня в Москве встречаются ватерполисты краснознаменной Каспийской плотилии и студенты МГУ. «Маяк» расскажет об этом матче в 18 часов 30 минут. Погода. Сейчас в Москве 12 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, относительная влажность 84%. Днем в столице Подмосковья небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, постепенные понижения температуры к вечеру до 13-15 градусов. В Ленинграде 15-17 градусов, небольшой снег. Самая низкая температура в нашей стране сегодня в центральных районах Магаданской области до 50 градусов мороза, а самая высокая до 16 градусов тепла на юге Туркмении. В Урманской области термометр показывает 16-21 градус. В Карелии 12-17, в Эстонии 13-18 без осадков, в Латвии 10-15 градусов, в Белоруссии слабый снег, температура 6-11 градусов ниже нуля, на Украине 0-5, на севере республики минус 1-6, небольшие осадки. Последние известные четыре диктора Татьяна Соболева и Аркадий Голенков. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...